За рулем маршрутки, но стоять на ногах не в состоянии. В сети появилось видео задержания нетрезвого водителя. Такой вывод можно сделать с первых секунд просмотра. Небывалый интерес среди интернет-пользователей вызвали и кадры со ставропольскими сноубордистами, которые вместо снежных вершин покорили родниковые глубины. Анастасия Зубрицкая собрала все самое интересное. Все о чем говорят и пишут ставропольцы. Наша постоянная рубрика новости сети. Он не может назвать своего имени с трудом, стоит на ногах, зато управляет общественным транспортом. Это видео одновременно появилось во многих социальных сетях. Водителя маршрутки задержали сотрудники полиции в Ставрополе. В этот момент пассажиров не было. Как выяснилось позже, инспекторам поступила анонимная жалоба. Фамилия, имя, отчество, скажите, пожалуйста, молодой человек. Молодой человек, вы управляете «Газелью» 42 маршрут. Скажите, пожалуйста, фамилия, имя, отчество? Да все, нет. И если в этом случае ДТП могло произойти по вине водителя, то здесь, уверены жители, виновата место. Стелла, минеральные воды. Автомобиль загорелся после аварии. Да сейчас взорвется! Здесь, уверяют местные жители, ДТП происходит чуть ли не каждый день. Некоторые называют эту дорогу проклятой и стараются объезжать стороной. А вот что стало причиной этой аварии, неизвестно. Кто-то, вероятно, не заметил стеклянную дверь в одном из торговых центров. Последствия на фото. И море по колено, и горы по плечо. Ставропольские сноубордисты настолько обрадовались снегопаду, что решили отметить с размахом. Точнее, с разбегом и воду. Ответ на вопрос «зачем» не заставил себя долго ждать. Сноубордисты пояснили. Так они проводили тест-драйв нового водонепроницаемого костюма. Видимо, дома хорошо не только сноубордеистам. Зачем нам море? Ведь банан отлично сгодится и для активного зимнего отдыха. Кому бананы не по душе есть сани и лошади? Ну или санки. Те же, кому и такие развлечения не по вкусу, придумывают свои. Вот так молодые люди в Ставрополе закопали машину. Чью и почему, неизвестно. Однако вслед за этими кадрами в сети опубликовали фото уже того, как владелец авто ликвидирует последствия. Наверное, не очень приятные для него шутки. Однако водитель мог еще немножко подождать, и сугроб, под которым находилось его авто, растаял бы самостоятельно. Зима на Ставрополе продлилась недолго. За ней пришло резкое потепление. Видимо, чтобы не растаяло, снегурочку неизвестные взяли под особую охрану, судя по табличке спасателей-бойцам Южного фронта. Однако новогоднее настроение ставропольцев растет обратно пропорционально снежным сугробам. В краевом центре появляются все новые новогодние арт-объекты. На главной площади края устанавливают большую елку. В некоторых ставропольских городах новогоднюю красавицу уже нарядили. Однако выбором украшений остались довольны не все. Всех поздравляем с наступающим Новым годом!